Народ, какие самые крутые кулинарные советы вы можете рассказать? Поджарьте лук и наслаждайтесь комплиментами, ведь люди будут постоянно говорить вам, как вкусно пахнет ваша еда. Как только лук попадает на сковороду, все в доме внезапно оказываются на кухне и спрашивают «Вау, что ты готовишь? Здесь так приятно пахнет!» Если вы или ваши гости придерживаетесь диеты, карамелизуйте лук в воде. Продолжайте заливать водой и пассировать лук, пока вода не станет сиропом. Вы даже можете пойти дальше и обезвожить карамелизованный лук, выпарив всю воду, чтобы получить быстрорастворимый карамелизованный лук. У падающего ножа нет ручки. Мои рефлексы сыграли надо мной злую шутку, когда у меня выпал нож. Я использовал поварской нож своего отца. Он опытный повар с безумно острыми ножами. И уронил его. Моему мозгу пришла прекрасная идея поднять бедро, чтобы остановить падение ножа. Этот ублюдок сразу вошел мне в ногу. Я провел ночь в больнице и несколько недель приходил в себя. Две важные вещи для новичков. Во-первых, пробуйте еду, когда ее готовите. На различных этапах приготовления пробуйте безопасное мясо, не сырое, во время жарки. Это даст вам знать, что у вас чего-то слишком много или слишком мало. Это также поможет вам разработать свою палитру разных приправ. Во-вторых, если вы только начинаете и не знаете, какие специи покупать, выберите конкретную кухню, которая вам нравится. Вы поклонник итальянской кухни? На какое-то время сосредоточьтесь только на итальянских рецептах. Большинство используют похожие травы и специи, потому что в местной кухне всегда использовалось то, что было доступно. Это позволит вам выучить несколько рецептов, не покупая огромное количество специй, чтобы научиться что-то готовить. В конце концов, вы накопите хороший запас специй и будете готовы справляться с большинством рецептов. А если у вас нет специй и вы только начинаете строить свою кухню, съездите на местный этнический рынок, мексиканский, азиатский, персидский. Я обнаружил, что покупать там специи в 2 или 3 раза дешевле, чем в обычных продуктовых магазинах. Стоит съездить, если вы запасаетесь настоящей кладовой. Совет по дегустации сырых мясных смесей, мясной рулет, пельмени и так далее. Возьмите небольшой кусочек мяса и приготовьте его в микроволновой печи или на сковороде. Соответственно, отрегулируйте приправы. Я делаю это, когда готовлю такие вещи, как тефтели. Сделайте миниатюрную лепешку и быстро обжарьте ее на сковороде. Также обратите внимание на фрикадельки. Я никогда не думал, что мне нравится лук в сочетании с чем-то другим, так как я часто не готовил его полностью и хруст был очень резким для меня. Но обжаривание лука перед тем, как добавлять его в смесь, добавляет приятный аромат, сохраняя при этом однородную текстуру лука. Щипцы также являются прихватками для духовки, соковыжималками, ножами, ложками и удлинителями. Просто убедитесь, что вы щелкнули по ним по крайней мере дважды, прежде чем использовать их, чтобы убедиться, что они включены. Ведь каждый работник ресторана щелкает щипцами. Даже такие щипцы, покрытые силиконом, которые не царапают антипригарные поверхности, никогда не верьте, что что-то действительно антипригарное. В 3 или 4 раза больше масла и соли, вот почему по большей части ваша еда не похожа на ресторанную. Клянусь, профессиональные повара и составители рецептов настолько привыкли следить за количеством этих ингредиентов, что даже не осознают, сколько тратят. Посмотрите, как Гордон Рамзи демонстрирует рецепт, и он говорит, добавим столовую ложку масла, но затем выливает полбутылки. Говорит, возьмем щепотку соли и подбрасывает горсть. Я смотрю видео с рецептом, и у них там маслом залита половина сковороды. Я выливаю в нее тщательно отмеренную столовую ложку, как сказано, и она выглядит как небольшая лужица размером не больше монетки. Соевый соус подходит не только для азиатских продуктов. Попробуйте добавить его в яичницу-болтунью, или под конец приготовления карамелизированного лука. Это пикантный соленый вкус, который дополняет многие блюда. Порошок чеснока в яичнице-болтунье также меняет многое. Посолите и поперчите стейк, обжарьте его на сливочном масле, и прямо перед тем, как вынуть его, налейте немного соевого соуса, и немного полейте им, выложите на тарелку, и вылейте содержимое сковороды на стейк. Потом протрите сковороду и посуду. Когда вы закончите уборку, стейк будет готов к употреблению. Я также очень люблю вустерширский соус. Это западная версия соевого соуса, и я думаю, у него более сложный вкус, который хорошо дополняет пикантные блюда. Немного мелочей. Вустершир сделан из анчоусов, среди прочего, и фактически рецепт является секретным, но включает в себя уксус ячменного солода, спиртовой уксус, потоку, сахар, соль, анчоусы, экстракт, тамаринда, лук, чеснок и неуказанные специи-ароматизаторы. Некоторые из дополнительных ингредиентов, которые могут включить лимоны, соевый соус, соленые огурцы и перец. Это связано с соусом под названием гаарум, который представляет собой еще один ферментированный рыбный соус, который повсеместно использовался в кулинарии Древнего Рима и Греции. Гаарум раскрывает аромат умами. Я заядлый домашний повар. Количество специй в большинстве онлайн-рецептов слишком маленькое, и обычно его удваиваю. Корица предназначена не только для сладких блюд. Она может быть действительно хороша в пикантных блюдах. Никогда не забывайте кислоту. Немного цитрусового сока или уксуса действительно могут сделать блюдо необычным и выделить другие ароматы. Не бойтесь отклоняться от рецепта, но будьте осторожны с выпечкой. Если вы внесете большие изменения в выпечку, у вас могут возникнуть проблемы, если вы не знаете, как это повлияет на процесс выпечки. Даже разные виды разрыхлителя для теста способны сделать вашу выпечку горкой, плоским блином или нормальным поднявшимся кексом. Соль – это приправа. Она делает вкус еды более похожим на саму себя. Кислоты, такие как цитрусовая или уксусная, также могут сделать это. Если ваша еда безвкусная и пресная, или кажется, что в ней чего-то не хватает, попробуйте немного соли или какой-то кислоты. Кислота также важна для сбалансирования очень богатой жиром пищи. Причина, по которой американцы так любят томатный кетчуп, заключается в том, что он добавляет в пищу кислоту и соль. Добавление немного тепла, например, щепотка каенского перца, также может подчеркнуть аромат блюда. Специи – это то, что выводит блюдо на новый уровень. Они привносят в блюдо новый вкус. В сладостях сахар часто заменяет соль и обычно уравновешивается кислотой, например, маракуйя, малина, цитрусовые и все такое. Но соль играет важную роль и в сладостях, часто неожиданным образом. Попробуйте добавить щепотку кошерной соли в следующую порцию взбитых сливок. Я мог бы продолжать, но здесь остановлюсь. Если вы овладеете этими принципами, у вас будет большое преимущество перед большинством других домашних поваров. Вы можете спросить, почему именно кошерная соль? Все дело в форме. Кошерная соль по-прежнему представляет собой соединение натрий-хлор, но в форме хлопьев, а не кристаллов. У него гораздо большая площадь поверхности. Это облегчает его растворение и покрывает большую поверхность, например, при заправке стейка. Одна чайная ложка кошерной соли имеет примерно половину массы одной чайной ложки йодированной соли, что обеспечивает гораздо большую точность. Йодированной или поваренной солью легко, слишком легко переборщить или приправить неравномерно. В кулинарном блоге Cirrus Eats есть хорошая статья на эту тему, и в целом это отличный ресурс для начинающих поваров. И да, в кетчупе тоже много сахара. Изучите основные методы нарезки овощей. Будьте проще. Количество ингредиентов ничего не говорит о вкусовых качествах блюда. Готовьте блюдо, которое вы можете приготовить за 30-40 минут из 6-8 ингредиентов. Держите дома записную книжку для рецептов. Составьте список рецептов и блюд, которые вы готовите регулярно. Постепенно расширяйте его за счет новых материалов. Не покупайте простые поваренные книги, которыми вы никогда не воспользуетесь. Добавить легко, удалить сложно. Здесь утверждают, что нужно обильно добавлять масло и приправы. Однако вкусы разных людей различаются. Совершенно нормально положить меньше приправы и масла, если вам так нравится. Вам не понадобится бесчисленное количество посуды. В вашем повседневном приготовлении основной кухонный нож уже делает большую часть тяжелой работы. Научитесь использовать его правильно. Наблюдайте, как действуют ингредиенты, когда вы их объединяете. Что произойдет, если вы положите их в кастрюлю или сковородку и нагреете? Всегда будьте чистыми. У вас появилось свободное время? Очистите раковину. Не бойтесь потерпеть неудачу. Учитесь на своих ошибках. Кроме того, не притворяйтесь, что знаете рецепт лучше кого-то. Особенно, если вы никогда раньше не готовили этот рецепт. Острые ножи менее опасны, чем тупые. Ненавижу тупые ножи. Для острых ножей требуется почти нулевое усилие. Просто одно режущее движение, и нож делает всю работу. И никаких ножей в раковине. Меня сводит с ума, когда я лезу в раковину и нахожу в ней нож, торчащий не пойми откуда. Во-первых, я не трачу время на то, чтобы затачивать ножи, чтобы они могли поцарапаться и помяться под тарелками, кастрюлями и прочим. Во-вторых, если в раковине есть вода или вы плохо видите, очень опасно оставлять что-нибудь острое, что кто-то может случайно схватить. Никаких ножей в раковине. Сковорода не должна быть на максимальном огне. Вы должны готовить мясо до определенной внутренней температуры, чтобы убить бактерии. Все остальное – это просто дело вкуса. Цедра лимона и чеснок со сливочным соусом делают все, что угодно. После работы с сырым мясом вымойте руки, инструменты и место, где вырезали мясо. Во время мытья посуды следите за брызгами воды из раковины. Когда рецепт призывает вас позволить чему-то постоять или отдохнуть, не торопитесь с этим шагом. За это время с едой случаются различные хорошие вещи. У вас меньше шансов порезаться острым ножом, чем тупым. Просеивание муки при добавлении ее в рецепты в выпечке может улучшить результат в несколько раз. Проверьте срок годности дрожжей перед их использованием. Ну а на этом видео заканчивается, и если это видео вам было полезным, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока!